Всем привет, с вами Николай. Это мой очередной влог. Я, ну, пару часов назад, нет, несколько часов назад, вернулся с киносеанса по фильму «Стражи Галактики», часть 2, и хочу поделиться с вами своим мнением. Опять же, чтобы не утомлять слишком сильно ни себя, ни вас, я, наверное, не буду во всех прям подробностях рассказывать об этом фильме. Я просто остановлюсь в основном на моментах, которые мне показались наиболее интересными. То есть, в принципе, не знаю, может быть... Ну, ладно. Прежде чем вот переходить к сюжету фильма, я уже хотел о нем начать говорить, но давайте все-таки сперва про трейлеры поговорим. То есть, всегда ведь перед фильмом бывает блок трейлеров, и их тоже хочется немного обсудить. А потом я уже скажу, что там должно было быть за словами «может быть». Так. В общем, первым был трейлер фильма «Тор Рагнарёк». Про который уже, по-моему, даже самые ленивые успели высказаться. Опять же, в моей группе тоже уже есть «Контактовская». И там небольшое мнение об этом трейлере. Я думаю, там на стене можно вполне найти «Тор Рагнарёк». Как бы, мой небольшой комментарий. После этого показали фильм «Последний богатырь». Точнее, не фильм я имею в виду, трейлер фильма, но вы поняли. Опять же, когда видишь надпись, что это русский фильм, и при этом типа в сотрудничестве с Дисней, ну, у меня, естественно, вполне ожидаемая ассоциация, знаете, с тем давним паровальным ужасом, тем постыдным дерьмом фильмом «Книга мастеров». Но нет, знаете, вот этот трейлер, он показался мне очень даже неплохим. Ну, шутки вроде бы остроумные, нераздражающие. Выглядит всё достаточно убедительно. Злоупотребления нет. Так что, кто знает. Конечно, с другой стороны, выглядит он довольно шаблонно, как будто это тоже что-то из киновселенной Марвел. Но опять же, если получилось хорошо в какой-то одной сфере, почему бы не перенести в другую? Главное, не делать это так безграмотно, как, например, те авторы «Последней фантастической четвёрки», которые крайне неуклюже пытались, видимо, из них сделать некое подобие «Тёмного рыцаря». А получилось, чёрт знает что. Я думал какое-то время в мозгах о том, с чем, с каким другим провальным кинокомиксом можно было бы сравнить «Фантастическую четвёрку-2016» и как-то ничего в итоге не надумал. По-моему, это был совершенно беспрецедентный провал. Но здесь, может быть, получится хорошо. С другой стороны, как я уже говорил, Disney нас недавно порадовал в кавычках довольно-таки провальной книгой джунглей. Кстати, у меня на канале где-то здесь есть на неё тоже отзыв Джона Фавро. Так что, в принципе, сильно обнадёживаться, я думаю, не стоит по поводу качества того, что будет. Но, по крайней мере, надежда есть, это уже хорошо. А, и третий трейлер был по «Пиратам Карибского моря». Не знаю, по-моему, это же предыдущий был с Пенелопой Круз или был ещё какой-то фильм о «Пиратах» между тем, который выйдет. Я точно не помню, я уже запутался. На самом деле, в принципе, давно уже, наверное, стоило остановиться, но я понимаю, что денег хочется всё больше и больше. Но, как я понял, короче говоря, поскольку предыдущие вот фильмы ругали, да, мне кажется, этот фильм они хотят сделать эдаким ремейком первой части, судя по тому, как там всё выглядит. Но при этом, как бы, вот Джонни Депп будет на своём месте, по-прежнему Джеком Воробьём, да, по-прежнему Кривляния и всё такое. Хотя даже он выглядит немного устал от всего этого. Опять будут мёртвые пираты, ну, то есть, как сказать, пираты-нежить, которые будут за ним охотиться, это же так оригинально. Не знаю, по крайней мере, знаете, ну, в первой части были, типа, пираты, проклятые золотом, да, то есть, я не уверен, умирали ли они полноценно, или они просто превратились в таких зомби-подобных существ. По-моему, они просто превратились в зомби-подобных существ, коснувшись золота даже. Ну, там запутано, я уже не помню, неважно. На второй части решили чуть больше соригинальничать, знаете, сделали, как бы, не просто мёртвых пиратов, а таких, как бы, не знаю, демонических рыб-пиратов. Что, в принципе, ну, вроде как и то же самое, что в первом фильме, а вроде не совсем. Тут как-то пока не видно качественного никакого отличия. То есть, просто опять нежить пираты, как в первом практически фильме. Даже как-то выглядят не особо оригинально. Опять Джек, и опять с ним какая-то парочка, там, парень и девушка. Но если раньше это были Орландо Блум и Кира Найтли, конечно, про них разное говорят, но... Все-таки, знаете, определенный... Как вы это не отрицаете, но определенный талант, харизма у этих ребят есть. А тут какие-то совершенно безликие замены, не знаю. С тем же успехом Джек мог бы бегать в обнимку с двумя манекенами, буквально. Может быть, это бы даже было лучше и смешнее. Типа, знаете, он такой резко заскучал по Элизабету Уиллу. То есть, он, конечно, этого не показывал, но он был, типа, сентиментальным. Хотя, опять же, конечно, в отношении Элизабет быть сентиментальным странно после того, что она сделала в конце второй части. Но неважно. Вот. Нашел где-то манекен и, короче, стал воображать, что это они, конечно, шизоидный юмор. Получается. Но, не знаю, Дисней же такое любит. По крайней мере, в этом было бы какой-то, знаете, ноу-хау. А пока это все выглядит, как очень убогий закос под первую часть. И от этого только грустно. Ну, на этом мы с трейлерами закончили. И можно переходить к фильму. Опять же, я, скорее всего, буду, знаете, не по порядку говорить. Просто там, переходить от одних моментов к другим. В плане их, может быть, яркости, или какие мне будут вспоминаться, или еще что. Ну, постараюсь самое важное отразить. Опять же, не все, но то, что мне показалось самым важным. И я себе, конечно, план набросал. Он вон там, он на экране у меня. Но я, конечно, стараюсь как-то, чтобы это было меньше похоже, знаете, на чтение по бумажке. Ну, то есть, говорить и временами вычитывать что-то, но больше говорить. Поэтому. Если я что-то все-таки упущу, извините. Или запоздало, вспомню. Ну, ладно, все. Хватит предисловий к делу. Вот по трейлеру, наверное, можно было подумать, что там будет многое завязано на динамике. И вот этот вот, может быть, может быть, вы подумали, что там многое будет завязано на динамике взаимоотношений Гаморы и Небулы. Раз уж ее так много в трейлере, и типа она теперь чуть более активное действующее лицо. Но, по большому счету, она довольно мало появляется все равно. То есть, сперва ее, типа, дают как дар стражам галактики эти странные золотые люди. Суверенно они вроде называются, но поскольку я не до конца в этом уверен, и мне не хочется опять есть в гугл, я, наверное, буду их называть золотые люди. Или мне просто больше нравится изучение словосочетания золотые люди. Ну, короче, сперва они преподносят ее как пленницу. Ну, и там типично они препираются, что типа она им говорит, выпустите меня, они ни за что. Там эти фрукты, короче говоря, она у них выпрашивает, а они и говорят, что они свежие, они свежие не дают. И в этом тоже юмор. То есть, как бы можно подумать, что они просто над ней издеваются. Но потом она все-таки надкушивает один и действительно убеждается, что они были неспелы. Она там в один момент предает как бы их, с другой стороны, насколько это можно считать предательством, если ты обернулся против тех, кто технически не был твоим другом, и обманом, короче, заставил тебя освободить, ну, а потом помог их врагам. Это считается за предательство? Наверное, это все-таки не совсем тот термин. Скорее сделала подлянку просто. Потом она, естественно, на их сторону переходит, но, не знаю, как-то вот ее роль, она так. Очень незначительно все равно. Не знаю, я не стану это относить к минусам фильма, но, конечно, это такой момент, который к достоинствам особо не отнесешь. В принципе, героиня-то потенциально интересная, но используется она довольно мало. И вот, кстати, о чем еще хотел сказать. Я вот, знаете, очень меня, как бы сказать, ну, не то чтобы раздражают или нервируют, очень мне не нравятся просто отзывы, где, когда что-то хвалят и говорят, ну, это же невозможно ругать, типа, не получается это ругать, тут не к чему придраться, все такое. Ну, это как-то немножко лживо, да ведь? Поэтому, хотя я собираюсь этот фильм хвалить, в нем есть что ругать. И давайте немного об этом тоже поговорим. Помимо, вот, довольно слабого момента с небулой, который, тем не менее, не является, в принципе, таким ужирным минусом, еще есть очень, знаете, такой слабый, на самом деле, момент с Драксом. То, что связанные с ним шутки, они как-то, ну, по крайней мере, как мне показалось, особо не смешат, они как-то даже больше раздражают. Понимаете, вот, помните, в первом фильме, да, основной прикол с ним был связан в том, что он не понимает юмор, то есть, там, что-нибудь говорят, или что-нибудь говорят в... Как это сказать? В переносном смысле, а он это воспринимает буквально. Возможно, это кому-то казалось тупым, да? Хотя, в принципе, ничего такого страшного. В этом фильме прикол новый. Он теперь очень болтлив и постоянно выбалтывает, как бы. Либо что-то, о чем лучше молчать, да, то есть, какую-нибудь тайну, либо какую-нибудь такую вещь, которую он, типа, искренне думает, но которая очень обидная или оскорбительная в адрес его, так сказать, либо его друзей, либо вот случайно встреченных, ну, не случайно встреченных, ну, короче, посторонних людей, типа вот этой вот насекомоподобной азиатки, которая домашний питомец тире служанка отца Куилла. Ну, ладно, это мы не будем забегать наперед. Хотя нет, немножко забежим. Так вот, всякие резкости говорит, и это, типа, смешно. Ну, в принципе, там есть какой-то момент, когда Куилл что-то про него говорит, и он говорит, «Эй, ну, зачем чувства задевать?» Ладно, это немного забавно, знаете, когда момент, когда он говорит Куиллу, типа, что тебе надо найти женщину себе под статью богу, ладно, вот тут немножко можно, в принципе, хихикнуть, но в основном, все-таки, это раздражает большую часть времени. При этом, вот, ну, не знаю, в первом фильме он вроде бы как-то, конечно, когда он там один против Таноса, нет, стоп, не против Таноса, против этого, другого человека с молотом зеленого такого козла, я забыл, как его звать, типа, судья. Короче, когда он против него, по-моему, пошел, там, конечно, он тупо себя повел, но, в принципе, вроде бы он себя показывал неплохим воином в первом фильме, да, ведь? Но как-то в этом, как-то этого не наблюдается особо. И поэтому он не особо вроде хорошо воюет, но очень так много не смешно шутит. Ну, точнее, он не шутит, это, как бы, шутят сценаристы, используя его, но в любом случае это как-то очень неприятно все смотрится и, не знаю, больше раздражает. в принципе, у него есть немного добрых, так сказать, поступков, например, ну, по крайней мере, то, что я запомнил или то, что мне бросилось в глаза. Например, то, что он, типа, пытался спасти от зыбучих песков, опять же, эту насекомоподобную азиатку, хотя он ее сам, так сказать, дразнил, унижал, обзывал уродиной. Когда она его разбудила посреди ночи, чтобы ему явно что-то сказать, он начал ей говорить туфту про то, что, ой, да не хочу я с тобой трахаться. Как бы, стал изображать, что его рвет, говорит, это я представил нашей с тобой саити, не знаю, ну, как-то, это очень плоско, знаете, вот, и еще в конце, типа, что, ты красивая, но в душе. Короче говоря, ачивка, образцовый мудак, им заработано. Не, конечно, там всем удачат в той или иной степени, да, то есть, и ракета, и квил, и прочее, но у них, мне кажется, все-таки это компенсируется каким-то уровнем благородных, полезных поступков. У него, ну, вот он ее подержал над песком и отказался улетать без квилла. В принципе, это не позволяет его считать совершенно никчемным и раздражающим, но он очень опасно близок к этой черте. И еще сцены после титров, знаете, это же как бы всегда такое особый десерт, если угодно. Хотя, наверное, не все любят пищевые метафоры, но ладно, к этим фильмам марвеловским. То, что всегда после титров, ну, в принципе, не только к марвеловским, но эту моду они завели, по-моему. Так вот, всегда после титров какая-то сцена, которая там нас, ну, показывает нам что-то забавное, делает какую-то отсылку к каким-то грядущим картинам, да, вот. А тут как бы эти сцены, в принципе, я сейчас, знаете, пока я говорил об этом, я тут подумал, вспомнил, что в принципе, например, сцена, где там Тони просто беседует с Брюсом Бэннером в Железном Человеке 3 или Стрэндж просто бухает с Халком ой, с Халком, извините, с Тором, точнее, Тор бухает у Стрэнджа в гостях, вот, что они, в принципе, тоже не то, чтобы какие-то, знаете, особо восхитительные, но как-то вроде они такого особо ощущения разочарования тоже не оставляли. А еще, кстати, сейчас подумал мимоходом, что я вот из-за той сцены, да, начал думать, что Третий Тор будет о том, как Тор, Локи и Стрэндж ищут на земле Одина, который пропал, но, судя по трейлеру, там немножко другой совсем сюжет. Ну, ладно. Опять же, не будем забегать наперед, я надеюсь, получится попасть, в принципе, в кино и на Человека-паука и на Тора в этом году и тогда уже будем рассуждать, как там это все соответствовало, как это все соотносится, неважно. Мысль, которую я тут пытался сказать через череду лирических отступлений в том, что сцены после титров в этом фильме они неплохие, но они как-то, знаете, не поражают воображение, то есть они нельзя сказать, что они прям дико интересные. Я думаю, что в принципе некоторые из них типа вот этой сцены, где вот эта золотая женщина сказала, что она там создала новое оружие, которое уничтожит Стражи Галактики и это оружие называется Адам. Вот такие моменты поймут, наверное, только самые ярые фанаты комиксов, которые знают далеко не только самых основных персонажей. Так, уже 20 минут, я говорю, да? Пардон. Я просто небольшую паузу делаю. Мне не хочется, знаете, из многих кусков это делать видео, потому что тогда мне его придется очень долго нудно монтировать и даже проблема не столько в этом, сколько в том, что очень долго оно будет обрабатываться. Поэтому я стараюсь все-таки одним дублем записать и без монтажа. кажется, у меня не очень вовремя проявился насморк. А может и нет. Ладно, сейчас. Переведу дыхание и продолжу. Еще одна причина, почему стоят ролики, знаете, не делать слишком длинными. Ты не знаешь, сколько ты сможешь нормально вещать. Ну ладно, хватит про мои проблемы. Хотя самая последняя сцена после титров она вполне ничего. Но вполне возможно, что она при этом самая такая, знаете, наименее важная для сюжета и наиболее юморная. на этом в принципе вы знаете на малом раскрытии Нибьюлы, на хамоватом несмешном Драксе и на не столь уж интересных сценах после титров недостатки пожалуй заканчиваются у фильма. Ну по крайней мере явные. И в принципе достоинства их превосходят. Во-первых, сюжет он гораздо интереснее, масштабнее, чем у первой части. Тут ведь пардон это планшет если вы его услышали конечно этот щелчок. Тут ведь собственно говоря три получается основных сюжетных линий и в принципе все они достаточно толково раскрываются. то есть первое и действительно самое главное это встреча Звездного Лорда с его отцом. Второе это как бы это сказать бегство стражей от этих золотых людей и борьба с ними. Потому что ну они собственно для них выполняли заказ в начале они там от какой-то твари щупальцами защищали батареи какие-то особые но в конце типа ну точно в итоге типа ракета не выдержал и стырил эти батареи из-за чего те решили их убить потому что они очень свирепые непримиримые товарищи. третий значит третья сюжетная линия она связана с этим сникожим капитаном который ну вы помните да похитил квилла с земли и типа вез его отцу но не довез и в итоге оставил воспитал сам ну и собственно третья линия связана с ним и с тем что он попал так сказать в опалу у своих я не знаю как это сказать коллег товарищей по цеху потому что типа нарушил их не кодекс я говорю что не знаю в первом фильме создавал создавал знаете впечатление что опустошители это такие просто наемники без чести без каких-либо правил которым они прямо следуют но конечно возможно причина почему я так думал она либо в том что я не очень внимательно смотрел либо либо в том что это не очень четко объяснили в принципе вот тут знаете на короткий миг появилась мысль что сейчас будет очень скучная экспозиция но она долго не продлилась когда собственно ему говорили типа вот ты кодекс нарушил ну и его собственно эти знаете головорезы часть из них решила взбунтоваться против него во главе с придурком у которого кличка шокер фейс с которой потом ракета так потешался то есть даже в мире комиксов у вас может быть слишком нелепое прозвище что еще а вот я еще писал про то что типа я никак не мог запомнить его имя и ну то есть имя не персонажа не актера который его играет но в гугле посмотрел что это Йонду а играет его Майкл Рукер собственно говоря как я и предрекал я забыл в итоге как только отвернул от экрана взгляд ну к счастью только имя актера а не имя персонажа я думал что забуду их оба но все же ну персонаж он конечно довольно харизматичный и значимый директор клевый кстати вот в принципе не знаю я думаю многие ну ладно немногие те кто как я знаете много сидел перед телевизором много смотрел там все эти старые такие фильмы ну не категорию Б наверное но близко к ней наверное помнят его по фильму репликант с Ван Дамом он там по-моему копа играл доброго еще еще по-моему играл одного из придурочных коп этих клонов в шестом дне с Шварценеггером ну короче говоря вполне ожидаемо что он не просто так забрал и решил приютить мальчика он его фактически спас потому что ну отец Квилла это конченый урод это как бы он знаете он очень с одной стороны шикарный оригинальный персонаж а с другой стороны он очень типично клишированный в каких-то моментах злодей то есть это эго и это типа и это типа такое знаете это короче говоря планета у которой ядро как мозг и она она типа живая и разумная и у нее там огромные почти божественные силы на себе все создавать как у Пенелопы из книги Балычева если кто-нибудь помнит такую вот при этом как бы знаете он и он еще может создавать свою человеческую аватару как Солярис наверное чтобы взаимодействовать с людьми ну или точнее вообще с другими представителями разумных рас ну и взаимодействовать знаете не только в смысле говорить а еще и в смысле делать наследников только вот если знаете если Пенелопа она была такая как это сказать ее короче она была готова рай устраивать людям пока они ее не обижают а Солярису наверное просто как любознательному мальчишке нравилось тыкать муравьев палкой да то есть под муравьями как бы люди ну то есть знаете так чтобы не убивать их конечно просто делать им больно то ну точнее нет там у него очень мутные мотивы ладно не буду в это лезть а то сейчас реально договорюсь до такого что у кого нибудь вызову Батхерт я уж что не понимаю и не люблю Солярис не важно короче говоря у этого этого парня зовут Эго не случайно он полностью знаете полностью воплощение этого понятия раздутого Эго то есть он любит только себя ценит только себя на самом деле то есть он конечно про сына тоже там вроде как хорошие вещи говорит но сын ему нужен просто как инструмент в достижении целей а так он как бы знаете он хочет себя распространить на все другие планеты до каких сможет дотянуться или наверное вообще на все на все которые обитаемы по крайней мере вот и заселить их так сказать собой и ему совершенно наплевать что при этом он убьет местную всю жизнь и только Квилт обладает достаточной силой чтобы не знаю послужить передатчиком этой фигни кстати очень занятно что знаете когда Квилл связь обрывал то вот эти вот волны разрушения непонятные вот эти фиолетовые или не фиолетовые какие-то такие темные ну не важно короче говоря они не пропадали они просто останавливались при этом весь ущерб как я понимаю оставался и некоторые города на земле судя по всему пострадали очень ощутимо вот мне интересно на самом деле вот в будущих фильмах это как-нибудь упомянут или на это просто забьют ну и до кучи еще и он именно он сделал так что у мамаши Квилла в мозгу раковая опухоль образовалась не знаю как-то ее облучил видимо или типа он сказал подсадил опухоль ну не важно короче говоря он еще ее грохнул до кучи и чтобы это завершить знаете таким штрихом взял еще и сломал плеер то есть реально вы будете вы будете искренне желать к определенному моменту наверное к развязке фильма чтобы этот парень угодил в желудок галактуса и взорвался там нахрен чтобы сдохли они оба как две самых неприятных фигни во вселенной но тем не менее конечно появится ли когда-нибудь галактус в MCU это открытый вопрос но как бы эго они убили проще просто взорвав его ядро картина рассыпался его аватар хотя я думаю что знаете учитывая что он типа такая сильная космическая сущность вполне возможно что каким-то образом он наверно мог уцелеть для будущих фильмов потому что в принципе он знаете он очень раздражающий злодей но он с другой стороны он довольно прикольный персонаж а прикольных персонажей среди злодеев вы обычно хотите сохранить подольше хотя опыт Человека-паука например Реймовского говорит что это совсем не так по крайней мере Осьминог и Гоблин там были интересными ребятами при этом ни тот ни другой не сохранились Веном был скучным истеричным эмо как и Паркер но ладно все я слишком много говорю о каких-то других фильмах слишком ударяюсь в автопик не будем об этом тем более может быть кто-то не согласится может быть это не совсем честно в отношении Венома в исполнении Тофера Грейса но мной он воспринимался именно так ладно давайте дальше мы как бы и закончили и не совсем закончили про сюжет но тем не менее перейдем во-первых сюжет достоинства фильма во-вторых визуальный ряд еще кто-то возможно похвалит музыку я не знаю я не являюсь таким большим ценителем знатоком этой музыки вообще довольно не знаю как те кто меня знает могли наверное убедиться довольно рандомные музыкальные вкусы но то как все выглядит мне очень нравится все очень ярко сочно масштабно зрелищно знаете этот фильм он в принципе в чем-то полон ретро стилизации но при этом я вот думаю смотрю и думаю что на самом деле ни в 80-е ни в 90-е скорее всего ничего подобного снять люди не могли то есть нет были конечно прикольные всякие фильмы типа звездных войн которые проложили дорогу будущим так сказать масштабным фантастическим кинокартинам или тот же терминатор но все равно уровень развития технологий подход многое очень ощутимо отличалось это как бы причина знаете еще больше оценить то что мы живем сейчас именно в этой эпохе хотя конечно ничего плохого в любви к старине нет если она не превращается в религиозный фанатизм своего рода очень прикольно вот эти золотые люди показаны среди них кстати даже затесался Бен Браудер по-моему который ну знаете Крайтон из сериала Форскейп который у нас по-моему на ТНТ назвали на краю галактики если так вы помните там короче говоря по сюжету он играл американского астронавта который летал на экспериментальном космическом корабле с возможностью открывать червоточины и в принципе он попал в ситуацию отдаленно похожую на ту в которой оказался Питер Куилл то есть его не похищали в детстве но он как бы взрослый астронавт полетел прошел через червоточину но в итоге он там попал в отдаленный сектор галактики пережил череду всяких невероятных приключений и в общем-то прибился к кучке космических очипенцев которых там отдельные люди считают за преступников но в каком-то смысле они герои хотя конечно в форскейпе сюжет был все-таки посложнее наверное чем здесь а может быть и нет там сериал все-таки когда у вас сериал вы можете в него вместить гораздо больше и гораздо лучше все развить при условии что вы толковые ребята конечно не какие-нибудь бездари в принципе прикольно что вот знаете у этих золотых людей у них всегда корабли это только беспилотники и как бы они ими управляют и там есть такие приколы что они как что у них боевые вылеты это почти как игра в компьютерную игру что один чувак там сидит стреляет и куча народу собралась болеет за него а потом когда он это самое профукал битву все так разочарованно расходятся типа фу ну ты и сосешь и вот еще кстати тоже ретро стилизация что знаете звуки вот эти вот штуки их терминалы управления или как их назвать ну которыми они управляют своими беспилотниками они издают звуки очень похожие на те которые можно слышать от старых автоматов и приставок при том что стрельба на самом деле не так как бы вроде бы звучит в фильме так не верю много ли в этом смысла но смотрится забавно в принципе радуют отсылки всякие камео в этом фильме вот я уже упомянул Бена Браудера еще здесь играет Сильвестр Сталлоне не совсем понятного персонажа но я так понял он типа был именно тем кто рекрутировал в ряды опустошителей Йонду в свое время в новостях от 1 апреля говорилось что он типа Галактуса будет играть но конечно нет но тем не менее все равно прикольно эго сыграл ну человеческое воплощение эго Курт Рассел ну и в принципе довольно ярко прикольно еще конечно там знаете такой сквозной гэг с Дэвидом Хассельхофом что типа Квилл всем врал что там Дэвид Хассельхоф его папка потому что ну он же в 80-х был а типа в 80-х был хитом этот рыцарь дорог и на короткий миг видимо чисто для фан-сервиса этот эго действительно принимает табличие Хассельхофа я правда не уверен как бы реально он играл или они ну скорее всего он реально наверное не надолго позвали хотя не не важно Стэн Ли конечно есть куда же без Стэна Ли причем знаете там есть такая сцена где он типа в скафандре сидит и с наблюдателями рассказывает им всякие истории кто-то даже в интернете радостно выдвинул теорию что это подтверждает что Стэн Ли во всех фильмах это как бы один и тот же что он типа путешествует знаете между параллельными реальностями то есть вот тот Стэн Ли который периодически в МСЮ появляется тот Стэн Ли который там в библиотеке убирается в как это ну эмейзинге в новом Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом тот Стэн Ли который встречается Магуайру тот Стэн Ли короче говоря которого можно было видеть в сорвиголове с Афликом что это все один и тот же Стэн Ли как бы ну что вот эти вот все другие фильмы это параллельные вселенные которые с МСЮ существуют в одной как бы мультивселенной потому что всем же взорвала башню идеи о мультивселенной из Доктора Стрэнджа в принципе вряд ли конечно это так окажется но мне нравится эта идея я ее всецело поддерживаю может быть даже вот кстати переведу видос Диамады Хаган например на эту тему когда мне будет ну скорее всего в ближайшее время я это сделаю потому что это короткое видео но тем не менее так опять же как бы не знаю конечно наверное не особо у них много фанатов но Говард два раза появляется утка Говард в этом фильме на той планете бордели где зависает Йонду и еще там в одном месте и на картинке ненадолго эта русская космическая собака появляется правда не знаю как бы ну это прикольная отсылка но с другой стороны наверное кто-то хотел бы чтобы она более активную роль играла все-таки знаете раз уж удалось ракету сделать влажным действующим лицом можно было бы то же самое сделать и для собаки кстати самые яркие наверное экшн-сцены связаны с ракетой в этом фильме да и вообще он практически ворует шоу ну и ну и знаете с Грутом тоже относительно прикольные моменты он же помните в прошлом фильме он типа сгорел но он не умер он как феникс восстал из пепла он снова стал ребенком типа маленьким таким маленькой деревяшкой которая бегает и которая ничего не понимает но продолжает говорить есть Грут ну в принципе сцены с ним забавные и в отличии знаете от Дракса он больше забавлял и меньше раздражал ну это наверное все что стоило сказать если я ничего не забыл конечно мне не хотелось это знаете превращать в тупо пересказ и утомлять вас слишком на самом деле знаете этот фильм его лучше увидеть чем о нем услышать если вы его еще не видели я вам полностью рекомендую сходить и посмотреть я уверен вы не пожалеете особенно если вы любите комиксы яркую фантастику все такое хотя если вы его все таки видели и скорее всего если вы знаете такие люди как я которые обычно не смотрят про кинопремьеры видео пока не увидят сам фильм если они хотят его сами увидеть в кинотеатре конечно то в таком случае ну вы можете написать в комментариях свое мнение о фильме там что вам понравилось что нет все такое какие еще вы ждете фильмы от Marvel что вы вообще обо всем этом думаете ну и как обычно я призываю вас ставить лайки каналу подписываться на него вступать в группу ну там знаете писать комментарии может быть и мнения какие-нибудь позитивные еще или что короче говоря написать как вам это видео ну и наверное все с вами был Николай до новых встреч увидимся в будущих влогах стримах всем таком всем пока